Продолжение следует... Да, делал попытки решения. Указанные денежные средства демонстрируются в двух пачках. Указанные две пачки денежных средств в общей сумме 1 миллион рублей. Следственным отделом по Октябрьскому району города Саратов, Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области в отношении представителей юридического лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 204, Уголовный кодекс Российской Федерации, предусматривающий ответственность за покушение на коммерческий подкуп, то есть незаконную передачу лицу выполняющему управленческие функции в коммерческой организации вознаграждения в особо крупном размере за совершение незаконных действий. По данным следствия, 23 декабря 2020 года в дневное время представитель коммерческой организации, предоставляющей услуги по организации отдыха на туристической базе, находясь в салоне автомобиля на автостоянке, расположенной на улице Чернышевского в городе Саратове, пытался передать лицу выполняющему управленческие функции в газоснабжающей организации денежные средства в размере 1 миллиона рублей. Данная сумма представляла собой часть от ранее оговоренной общей суммы в размере 1,5 миллиона рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за совершение получателям коммерческого подкупа заведомо незаконных действий в интересах представляемой мужчиной организации, выражающихся в снижении суммы задолженности за незаконное использование турбазы природного газа. Сотрудник газоснабжающей организации отказался принять денежные средства. Противоправные действия злоумышленника были пресечены оперативными сотрудниками УФСБ России по Саратовской области. Денежные средства в размере 1 миллиона рублей изъяты следователям СК в ходе осмотра места происшествия. Следователям СК с подозреваемым проводят следственные действия. Решается вопрос об избрании ему мер пресечения. В настоящее время выполняется следственные действия, направленные на закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается. Старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ Псаратовской области Надежда Вовышина. Продолжение следует...